Итак, у нас сегодня три гостя в студии. Еще раз представлю тех, кто не успел к первому представлению. Член комиссии Сейма по образованию, культуре и науке депутат Сейма Илза Винкела. Специалист по общественным отношениям Центра содержания образования, Министерство образования и науки Диана Аболтыни и помощник академического директора языковой школы Сатва Екатерина Казановская. Мы говорим сегодня о международных экзаменах или международных сертификатах, наверное, точнее будет так выразиться. Насколько известно, сейчас, в настоящее время, иностранные вузы, большинство иностранных вузов, не признает результатов латвийских централизованных экзаменов. И поэтому для тех, кто должен поступить в какие-то иностранные вузы, особенно в престижные, необходимо получить международный сертификат. Так ли это на самом деле? Вот, может быть, начнем с госпожи Казановской. Расскажите, как сейчас, какой порядок? Ну, действительно, на самом деле иностранные вузы предпочитают результаты экзамена в основном IELTS. По одной очень простой причине IELTS в первую очередь проверяет возможность студента оперировать языком в академической ситуации, да, то есть в ситуации обучения. Не столько даже владение языком, сколько навыки, умение языком пользоваться для того, чтобы понять текст, написать текст, прослушать текст и так далее. Экзамены государственные, не только латвийские экзамены государственные, в других странах очень часто проверяют в первую очередь владение языком. Да, поэтому формат немножечко другой. За счет этого, конечно, вузы предпочитают единую систему, которая покажет, может студент будущий учиться или не может на иностранном языке. Вот в какой вуз IELTS, в какой TOEFL, это нужно каждому определять самому самостоятельно, то есть выпускник, он выбирает, или там родитель выбирает вуз и смотрит, да, что, вот какой уровень нужно сдавать. Ну, по Европе, в принципе, IELTS более популярен в данный момент, TOEFL это скорее американский экзамен. Госпожа Винкела, вот чьи были, скажем так, чья инициатива была для необходимых каких-то изменений? Инициатива исходила из Министерства образования, в свою очередь Министерство образования просто повернулось лицом к студентам, будущими к родителям, понимая, что тенденция, что... То есть, собственно, от родителей исходило, да, желание приравнять вот наши выпускники? Ну, я не скажу так, как это исторически складывалось, но понятно то, что по тому, как возрастает число желающих учиться за границей, то это становится просто объективными такими условиями, которые надо было учесть. Может быть, госпожа Аболтиня скажет, насколько возросло число желающих сдавать TOEFL, IELTS? Есть какая-то такая статистика? Нет, я не могу сказать, потому что мы отвечаем только за наш экзамен, который в государстве... Государственный экзамен. Что сегодня, хорошо, какой сегодня экзамен, на какой уровень сдают по иностранному языку выпускники латвийских школ? Конечно, популярнее всех этих иностранных языков английский язык. В прошлом году его сдавали более 15 тысяч персон, и наш экзамен создан основательно по нашим учебным стандартам, и наш экзамен не регулирует какие-то международные нормы. И если ученик в экзамене получил результат и оценку, начиная с 40%, то он может получить уровень B1, если больше B2, и еще больше C1, который соответствует общим европейским стандартам по обучению языков, если я сейчас правильно перевела это название. И если посмотреть предыдущий год, то уровень B1 получили 43,3%. Это хороший результат? Ну, в среднем хороший, неплохой. Уровень B2 30,4%, а уровень C1, который самый лучший результат, только 0,7%. А меньше 40% получили 25,6%. Это почти 4 тысячи персон. Смогли бы эти персоны сдать TOEFL или ELSE? Ну, не знаю, вряд ли. Как вы считаете, смогли бы они сдать этот экзамен? Сдать смогли бы, вопрос, приняли бы их дальше на обучение в ВОЗ. То есть для того, чтобы, например, в среднем поступить на бакалаврскую программу, то есть первый уровень обучения за рубежом, требуемый результат от 5 до 6,5 из 9 пунктов. Это примерно попадает в рамки уровня B2, то, что было названо. То есть те проценты, которые не попали в уровень B2, B1, они уже рискуют не поступить в ВОЗ дальше за рубежом по результатам экзамена IELTS. Ну, вот эти вот баллы от 5,5% до скольки, вы сказали? Это не проценты, это шкала… Нет, не процентов, а шкала баллов. Да, от 5 в среднем до 6,5. То есть более престижный ВОЗ – это 6,5 из 9. И выше, соответственно. Для того, чтобы поступить наверняка в Гарвард или еще куда-то, не хватает этих баллов, скорее всего. Ну, в принципе, 6,5 – это уже очень высокий уровень. Это то, что для бакалаврских программ практически достаточно в любом ВОЗе. А самый высокий какой уровень? Ну, 9 – это свободное владение, это практически родной язык. У нас есть люди, которые сдают на 9, на 8? Есть, конечно, да, такие люди есть. Скажем, все, кто принимает экзамен IELTS, они должны получить здесь лицензию. Обязательное требование – это 9 баллов по всем навыкам. То есть иначе они не могут принимать этот экзамен. Я напоминаю, что мы сегодня говорим о поправках к закону, которые позволят выпускникам средних школ вместо централизованного экзамена по иностранному языку сдавать один из международных экзаменов. Звоните нам 672 12 939 и 672 13 939. Мы все время говорим об английском языке. А если у выпускников немецкий, например, там, первый иностранный, или у нас у всех сейчас английский? Ну, посчитаю, наверное, у большинства, да, у подавляющего. Английский большинство сдает. Конечно, в сессии иностранных языков есть и немецкий, и французский, и русский, но… Но это уже идет как второй, да, язык? Или есть у кого-то первый иностранный немецкий, например? Есть такое? Ну, вот я училась в школе, у меня был первый иностранный немецкий. Ну, ты как, да. Ну, вот так я попала, да? Ученик может и выбрать, и издавать и английский, и немецкий. Нет, но у нас был вот так, один класс, А-класс учил английский язык, Б-класс учил немецкий язык. Вот есть такое сейчас, или все учат английский? Нет, не так, что все английские, есть английский, и еще дополнительно могут и немецкий. Как второй язык, да? Не дополнительно, я имею в виду основной, первый язык иностранный может быть немецкий, или у всех английский. Мне так сейчас трудно сказать, мне надо тогда посмотреть еще. А вот тогда, может быть, такой вопрос, чтобы утащить. Вот мы же знаем, что есть специализированные, так можно сказать, учебные заведения с определенным уклоном. Ну, не знаю, вот мы знаем, что там, например... Семель-Валсту, гимназия. Да, или Аргенск-Каланская гимназия, на немецком языке основное, да? Может быть, у них какая-то другая система сдачи? Ведь если люди учатся все время, скажем, как второй язык, ну, кроме латышского, допустим, или русского, да, вот на каком-то языке другом, это как-то облегчает задачу, или все равно вот это общие правила? Ну, если ученик выбирает сдавать централизированный экзамен по иностранному языку, например, немецкий язык, то эти поправки будут все равно относиться, если он выбирает сдавать международный тест по немецкому языку. А международный тест по немецкому, это тоже IELTS или это? Это другое. Это другое. И французский тоже. Что там? Или это касается, вот сейчас вот о чем мы говорим, это касается только английского или вообще всех? Нет, мы говорим о принципе, если возможность заменить централизованный латвийский экзамен по иностранным языкам, он распространяется на всех, которые будут признаны эти тесты международные. Или это английский, там мы знаем более распространенные два, это TOEFL, IELTS, или это французский, международный или немецкий. Это по выбору ученика, по тому, как он свое будущее планирует. А не получается ли так, что вот многие могут сказать, что вот как бы государство делает все, чтобы как бы помочь человеку уехать из Латвии? То есть мы как бы вроде облегчаем ему задачу побыстрее мигрировать. Пускай на учебу, ну и как вам кажется? Ну я думаю, тут одни сторонница так. Такой версии, да? Такой версии, потому что, во-первых, это факт. Если у нас есть право и свобода передвижения, и слава богу, что она такая есть, и у нас есть возможность нашим талантливым ученикам пробовать свои силы по высшему образованию за рубежом, я все-таки надеюсь, что они рассчитывают приезжать обратно потом, и потом скрывать эту ситуацию и каким-то искусственным образом отречься от факта, который у нас как, ну, по реальности зачем. Ну вот все-таки по существующему сегодня порядку получается так, что если ты хочешь сдать на международный сертификат, тебе нужно сначала походить в школу, как следует там подготовиться, и только потом уже за деньги сдать экзамен. То есть получается довольно дорогое удовольствие, так ведь это? Ну подготовка к экзамену, она как бы не входит в обязательную программу, то есть студенты, владеющие языком на определенном уровне, скорее всего этот экзамен сдадут. Какой это определенный уровень? Ну, в принципе, опять-таки, если мы говорим о, например, тех же пяти с половиной, да, или шести пунктов, это upper intermediate, это уровень B2, который, в принципе, как я понимаю, министерством предположен, ну, где-то вот одиннадцатый, двенадцатый класс. Что он владеет, да? Да, по программе должен быть. В любой вообще образовательной школе, да? А уровень advanced, который предполагается? Уровень advanced – это то, что предполагается на выходе из школы, да, то есть заканчивая двенадцатый класс, для того, чтобы сдать на А категорию государственный экзамен, в принципе, студент, ученик должен владеть английским языком, например, на уровне advanced. А на сколько владеет, ну, я думаю, что по статистике там можно увидеть, да, эти проценты, сколько человек сдает реально на А, сколько на Б и так далее. Еще раз, может быть, напомните эти проценты, вот, госпожа Болтвиня? Сколько у нас на уровень А сдает? Значит, 25,6%. B1 – 43,3%, B2 – 30,4% и C1 – 0,7%. И вот эти вот 0,7% – это у нас получается какой уровень? Это получается уровень уже достаточно высокий, это 7,7,5%, это то, что, в принципе, в магистратуру уже требуется. Да, да, да. Гость в студии. Здравствуй, мил человек. Проходи, гостем будешь. Выпьем, закусим, о делах наших скорбных покалякаем. Гость в студии. Сегодня у нас в студии сразу три гости. Член комиссии Сейма по образованию, культуре и науке депутат Сейма от Единства Илзы Винкела. Еще раз доброе утро. Доброе. Специалист по общественным отношениям Центра содержания образования Министерства образования и науки Диана Аболтыня и помощник академического директора языковой школы САТВА Екатерина Казановская. Мы вот заговорили как раз в середине, в перерыве между нашей программой, мы заговорили о том, что у сертификатов этих есть срок годности же. Да, но знаете, насчет ТОЭФЛа я не могу сказать, к сожалению. Да, но у ИЛЦа есть. Два года. Тоже два года, да. Ну вот, ИЛЦ и ТОЭФЛ, срок годности имеют два года, да, то есть имеет смысл сдавать эти экзамены тем, кто реально собирается их использовать в ближайшее время, скажем, для поступления. А что будет тогда, когда перейдет это все под крыло школы? Будет тоже срок годности какой-то? Нет, то есть мы как раз в комиссии по образованию сами пытаемся решить эту задачу, чтобы срок годности не повлиял бы на аттестат в целом, потому что аттестат, он же без срока годности. И, в принципе, эту проблему можно решить, потому что если сдается один из этих международных тестов, и он сдается позитивно, то эта ситуация фиксируется, это становится достижением выпускника на всю жизнь оставшуюся, фиксируется в аттестате. И срок годности, это уже касается отношений с третьими сторонами, это с потенциальным вузом, куда человек хочет поступать. Так что эта проблема учитывается. То есть уже вуз сам может назначить, да, насколько там вот срок годности, даже с аттестатом, так получается? Нет, аттестат, он без срока годности, это фиксация уровня знаний. Хорошо, вот, допустим, закончил выпускник в этом году, и вот сейчас он ничего не решил, а через пять лет он решил поступить в какой-нибудь зарубежный вуз. Аттестат, он будет годен, но если он все-таки и через два года захочет поступить куда-то в вуз за рубежом, ему все равно придется пересдавать этот международный тест. То, что мы решаем, мы решаем проблему, чтобы срок годности теста не повлиял бы на срок годности аттестата. Так что одна часть там бессрочная, а вот именно языковой экзамен с сроком годности. Тут проблем по аттестату, это я гарантирую, не будет. А как быстро могут быть вот эта система внедрена? Насколько мы готовы? С 16-го года. С 16-го года, да? Уже наши школы, в принципе, готовы будут, да? На следующей учебной. Мы очень надеемся, но в этом году все еще остается как и есть, потому что уже... А что вот учителя говорят по этому поводу? Они довольны, учителя-предметники? Это надо учителям спрашивать, как они на это реагируют. Может быть, они там жаловались или еще не оборудовали, были довольны? Были представители учителей в комиссии приходили, и, в принципе, они согласны, что это упрощает жизнь выпускников. Им не надо... стресс такой, сдается один экзамен, и он зачитывается в аттестат. Так что и учителя это тоже... Хорошо, но вот насколько вот всегда был... Это было известно, и я уже это озвучивала, что все-таки международный сертификат – это дополнительная подготовка, это дополнительный уровень и так далее. А тут получается, что все способны сдать, в принципе, IELTS или TOEFL. Как это получается? Ну и здорово, что все... Нет, насколько это возможно? То есть не получится ли так, что часть учеников не сдаст и завалит, скажем, экзамен? Он как-то усложняется, этот экзамен? Вот что, вот как он меняется в школе? Как вы думаете, тут, в принципе, тот человек, который сдает международный тест, у него, если он и не сдает вдруг, его аттестат еще не значит, что под угрозой, потому что выпускник сможет участвовать в централизованном нашем латвийском экзамене. Если он даже проваливается в международном этом тесте, у него еще остается шанс заполнить свой аттестат до конца, сдавая централизованный экзамен у нас тут на месте. Да, но он должен зарегистрироваться перед этим. Сейчас, это вы говорите о том порядке, который сейчас существует. Который будет. Который будет. То есть будет один экзамен или два экзамена? Вот просто не очень понятно. Значит, так. Как будет выглядеть? Основной порядок таков, что выпускник должен сдавать централизованный наш местный экзамен по иностранному языку. Если он хочет сдавать международный тест, он регистрируется и в школе, и он делает свой международный тест в тех организациях, которые эту возможность предлагают. Если он сдает удачно международный тест, то ему сдавать еще раз централизованный экзамен наш местный не надо будет. Ну, это все в один день происходит? Нет, конечно. Конечно, нет, конечно. Международные тесты, они заранее эти даты централизированные тоже оглашают. То есть если он сдает этот международный тест, то он ему засчитывается в качестве выпускного экзамена? Да. Если он вдруг по каким-то причинам не сдает этот международный тест, у него еще остается все равно возможность сдать централизованный экзамен, который тогда тоже заносится в его теста. То есть он получается такая даже, как можно быть, генеральная репетиция даже где-то, да, отчасти? Да, да. 6-7-2-12-9-3-9 и 6-7-2-13-9-3-9. Стоит ли это каких-то денег? Насколько мы знаем, международный сертификат сколько-то стоит? Будет это с 2016 года? По-прежнему так же? Платно? Ну, платно, но это за счет семьи. Сколько сейчас стоит именно сам сертификат? Не подготовка к нему, а вот сдать на, да, TOEFL, IELTS? Ну, порядка 120, если я не ошибаюсь, евро, ну, где-то чуть больше 100 евро, да. Да там еще в зависимости от того, когда человек регистрируется, если он регистрируется очень короткое время перед самим тестом, то тогда есть какая-то надбавка, да, за скорость. Ну, вот очень от многих учеников, выпускников приходилось слышать, что уровень все-таки в школе, ну, недостаточно, скажем, высокий для того, чтобы пройти этот, сдать на этот международный сертификат. Получается, что все равно, в принципе, нужно идти и готовиться отдельно дополнительно, ну, в языковую школу или к репетитору, да? Знаете, тут нужно понимать не только уровень школы общий, да, потому что разные уровни, на каком ведется преподавание языка, а тут нужно понимать, что это специфика экзамена определенная, и готов ли преподаватель, который работает, например, в школе с учениками, понимает ли он специфику экзамена IELTS, и готов ли он интегрировать, скажем, в то преподавание, которое он предлагает, обучение детей тем навыкам, необходимым для сдачи экзамена, да? То есть это не столько то, что я говорил в начале, это не столько знание языка, да, знание слов, знание грамматики, которое, скажем, проверяется в централизованном экзамене, это умение языком оперировать, да, это умение, например, видеть текст, в котором определенное количество слов и терминов ученик заведомо точно не знает, и умение оперировать этим текстом так, чтобы понять, например, как распределить термины на схеме или на картинке, да, специфическое письменное задание. То есть, в принципе, это просто другой навык, да, это нужно понимать, что это навыки, которые должны отработаться, это умение подойти к заданию так, как подошел бы, например, студент к исследовательской работе в дальнейшем, да, в учебе, это академическое письмо, где нужно описать диаграмму, описать схему, описать график, да, то есть как бы вот интеграция этих навыков, ну, в принципе, наверное, тогда необходимо просто в программу учебную для того, чтобы школьники могли эффективно сдавать экзамены. Пока что это все как бы на совести и компетентности каждого учителя, поэтому, наверное, многие ученики сейчас чувствуют потребность пойти на специализированные курсы и подготовиться там, надеясь, что там им как раз-таки эти навыки дадут. А есть какая-то статистика, вот с какого раза сдают сразу ученики или не сдают, вот какой процент сдают с первого раза на международный сертификат? Ну, мне такая статистика недоступна, да, потому что… Ну, по вашей школе, может быть, да? По нашей школе, в принципе, скажем, мы фильтруем по уровню студентов, да, и студенты, которые уровнем, скажем, ниже, чем B1 плюс B2, мы просто им предлагаем сначала подтянуть язык, и потом уже идти на курсы подготовки к экзамену, чтобы гарантировать вот эти 5,5, 6,6,5 баллов. Опять-таки, я знаю, что в основном языковые школы у каждого студента, который приходит готовиться, они спрашивают, на какой балл вы ориентируетесь здесь, да, то есть, как бы здесь нужно, наверное, перед тем, как сдавать экзамен, студенту понять, куда он хочет поступать и какой балл минимальный ему нужен. Чаще всего это какой балл? Чаще всего какой нужен? Бакалаврские программы – это, ну, от 5,5 до 6,5 баллов из 9. Да, ну, 5,5, мы говорили, что это довольно низкий уровень все-таки, да, по сравнению? Наверное, все-таки это не самые лучшие вузы в представлении родителей и выпускников. Все-таки, наверное, ближе к 6,5 скорее, да? 5,5, 6,6,5, да, 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 вот где-то так. Можете назвать какие-нибудь вузы, которые вот на… Ну, для примера просто, куда нужны вот такие баллы? Ну, так сразу не скажу, но, скажем, университет Лестера, да, это 6 баллов, насколько я помню, они требуют для поступающих на бакалаврскую программу. Да, да, да. Кембридж – это 6,5, конечно, минимум. Минимум, все-таки. Да, да. Я думала, честно говоря, что в Кембридж гораздо выше балл прибыли. Нет, нет, там, в принципе, для бакалаврской программы, опять-таки, они смотрят, насколько академически потенциальный студент справится с нагрузкой, да, и, в принципе, 6,5 баллов показывает, что на уровне бакалаврской программы он должен справиться. У нас в студии сегодня Елза Винкелла, Диана Аболтыни и Екатерина Казановская. Мы говорим о международной системе сдачи языка. Можете нам звонить, 672-12-939 и 672-13-939. Так, спрашивают нас в этом году, можно сдать экзамен по международной системе? В этом году еще нет. Еще СЕЙМ даже окончательно не принял. Можно сдавать, но это не будет учитываться, это не будет заменяться централизированным экзаменом. Это новая система будет с следующего учебного года. То есть вы уже уверены, что она будет, да? Ну, пришло второе чтение, я не знаю. Нет, но я имею в виду, что депутаты, ладно, с их стороны все понятно, они примут, допустим, А вот у нас готова школа к этому? Ну, там же нет, чего еще, рабочая группа нет, да? Да, и кабинет министров задано выработать порядок, критерий, как это все будет продолжаться. Да, надевайте наушники, пожалуйста, у нас есть звонок. 672-12-939 и 672-13-939. Слушаем вас, пожалуйста. Добрый день. Доброе утро, да. Скажите, пожалуйста, а если ребенок сдает экзамен TOEFL? Да, насколько я понимаю, он больше распространен для Америки. Может ли он с экзаменом TOEFL поступать в европейские вузы? Да. Но это зависит от требований вузов. Может, и Катерина тоже знает, да? Ну, я повторю абсолютно, да, то, что сказала госпожа Винтила, это зависит от вуза, то есть в первую очередь любой поступающий вуз должен увидеть, посмотреть критерии для поступления. Да, но есть такие вузы европейские, в которых можно TOEFL? Я думаю, сейчас они стараются максимально универсально предлагать разные варианты, потому что в европейские вузы поступают и, скажем так, и Южной Америки, и Северной Америки студенты, которым, конечно, проще сдать TOEFL, поскольку он более распространен. Ну, по-вашему, все-таки самая главная проблема, с которой могут столкнуться школы, это именно подготовка учителей, чтобы они, скажем, могли сдать, могли принимать эти экзамены и подготовить учеников. Ну, вопрос подготовки. Учителя не будут принимать эти экзамены? Не будут? Нет, это потому что это, ну… Нет, подготовить, хорошо, принимать понятно, а подготовить учеников все-таки должны учителя этой школы? Ну, для того, чтобы готовить ученика к экзамену, нужно очень четко понимать формат. Да, если учителя понимают формат экзамена, то, я думаю, что проблем с помощью, по крайней мере, в подготовке и с адаптацией программы, которая предлагается студентам, быть не должно. Еще звонок, пожалуйста, надевайте наушники, слушаем. Пожалуйста. Доброе утро. Да, доброе утро. Я хотел спросить у представителей Министерства образования, неужели надо было пройти 10 лет, чтобы понять, что эта система оценки уже давно должна была быть введена, чтобы наши дети были конкурентами посередлены. Ну, и второе, конечно, наши учителя по своему уровню не готовы еще к этому. Спасибо. Ну, это больше как реплика, или, может, самому министерству? Раз учителя не были готовы, поэтому, видимо, раньше не вводилась такая система. Может, это сейчас актуально как раз стало больше всего. Да, но вообще давно задумывалось вот такие изменения, или это буквально сразу? Самому министерству, да. Это, в принципе, предложение исходит, если я не ошибаюсь, это когда министром был господин Тиллес. А, это его инициатива, да-да-да, кстати. Вот многие говорят, что, ну, все равно получается так, что, вот как, кстати, сказал родитель, я думаю, что он родитель, учителя не подготовлены на том уровне, чтобы обучать детей для сдачи на этот сертификат. Получается так, что некоторые иронизировали, что языковые школы останутся там без студентов и так далее. Как вам кажется, останутся или нет? Будет ли у вас меньше курсантов, скажем? Ну, вы знаете, трудно сказать. Если пока что нет доверия, скажем так, к тому, что может предложить школа, то, наверное, будут идти в языковые школы, да. Здесь уже вопрос, насколько министерство готово помочь подготовить учителей к этим изменениям, и помочь учителям, в общем-то, понять систему экзамена и каким-то образом видоизменять программу, дополнять и так далее. А как так получается, что у нас, в принципе, очень много уроков языка, я так понимаю, и вообще на языке у нас сделан такой один из основных акцентов в школе, и все равно для того, чтобы вот сдавать, нужен репетитор? Ну, опять-таки, в первую очередь вопрос в подходе, да, потому что в данный момент, насколько я понимаю систему школьную, насколько я, скажем так, общаюсь и вижу ситуацию в школах, это подход достаточно такой к изучению языка, скажем так, язык – это грамматика и словарный запас. Да, то есть основной акцент в данный момент в школах, насколько я это вижу, это изучение слов, изучение грамматики усиленное, да, и отчасти как бы не обращается внимание на то, что есть еще навыки языковые, есть навык чтения как таковой, есть навык письма, навык слушания, которые, скажем так, часто учителя видят как менее важные, да, в принципе, потому что, ну, вот как бы чтение, грамматика, язык – это нужно выучить, запомнить, чем больше слов мы знаем, чем больше понимаем, тем важнее. Да, скажем, очень часто прочтение текста качественное оценивается за счет того, сколько слов ученик понял в тексте, если что-то не понял, это считается плохо. В экзамене, например, в том же IELTS неважно, насколько много терминов студент понял, важно, насколько он может ими оперировать, и оперировать текстом, и дальше из этого текста вытаскивать, скажем так, важную информацию. То есть немножко другие акценты получаются? Да, да, другие акценты немножко. Может быть, нам представитель Министерства образования тоже скажет, как меняется уровень сдачи от года к году? Вот вы сказали про последние данные, да? Есть ли какая-то тенденция к улучшению результатов, или наоборот? Нет, хуже. Практически почти одинаково пока идет. Может, ну, этот столбик немножко то вверх, то вниз, но в основном одинаково он держится. Ну, в принципе, нет резких колебаний каких-то? Нет, и вся статистика доступна тоже нашим домашним сайтам за предыдущие года. Интересеты могут смотреть, сравнивать, и все это увидеть у нас на домашнем сайте. Спасибо. У нас на этом все. Программа заканчивается. У нас сегодня в гостях были депутат Сейма Илза Винкелла от Единства, член комиссии Сейма по образованию, культуре и науке, специалист по общественным отношениям Центра содержания образования Министерства образования Диана Абултинь, и помощник академического директора языковой школы САТВА Екатерина Казановская.